Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это дневной выпуск ЕСЭЛЯХ ПАРАД с новостями к этому часу Богдан Петров. В сентябре на отбавке к заработной плате за участие в противоэпидемиологических мероприятиях получили более 1700 медицинских работников. Сумма выплат составила более 376 миллионов тенге. Количество медиков, которые привлечены к работе в опасных условиях с инфекцией, зависит от эпидемиологической ситуации. В послании главы государства дано поручение предусмотреть выделение по стране 150 миллиардов тенге на выплату стимулирующих надбавок за второе полугодие этого года работникам организации здравоохранения, задействованным в борьбе с COVID-19. Фондам произведены прогнозные расчеты потребности финансирования для выплаты надбавок медработникам до конца этого года. Предварительно эта сумма составляет порядка 135 миллиардов тенге. В рамках проекта «Адалжол» проведены рейды в поездах Петропавловск, Козелорда и Алматы-Петропавловск. Сотрудники антикоррупционной службы совместно с инспекцией транспортного контроля проверили наличие билетов у пассажиров и выявили нарушения. Подробности в сюжете. Добрый вечер. Инспекция транспортного контроля. Целью такой проверки является искоренение бытовой коррупции в сфере пассажирских перевозок на железной дороге. Рейд проводился антикоррупционную службу по северо-казахстанской области совместно с сотрудниками инспекции транспортного контроля. В нашем пассажирском поезде Петропавловск-Козелорда провели проверку. Мы благополучно выполняем свои обязанности. Никаких противозаконных действий нет. Все соответствует санитарным нормам. В ходе мониторинга выявлено одно нарушение правил перевозок багажа и грузов. На проводника поезда Алматы-Петропавловск составлен административный материал. К слову, за 2020 год проверено 23 пассажирских поезда и возбуждено 13 административных материалов. Айман Кузенбаева, Рейдинбек Бегужаев, Служба новостей. Возвращение учителя. Под таким названием состоялась долгожданная премьера спектакля в Казахском музыкально-драматическом театре имени Сабита Муканова. Посвящена она 1150-летнему юбилею ученого-философа Абу Насара Альфараби. Подробности далее. Спектакль рассказывает о скитаниях Абу Насар Альфараби в «Поисках истины». Описывает душевное состояние, печальные воспоминания главного героя о навсегда потерянной родине, о столкновении с властью. Режиссер-постановщик спектакля – талантливый деятель культуры из Кокшитал Фархадбек Канафин. Альфараби – многогранный деятель. Он изучил многие труды восточноевропейских ученых от Аристотеля, затем Хорезма, а до него известных греческих философов Демокрита и Птолемея, а также труды Платона. Сделал значительное открытие в области науки. Мы постарались хорошо показать этот спектакль. Продолжительность спектакля «Один час», актерский состав – 36 человек. Национальная группа театра «Сенситив» и ансамбль «Алуа» также приняли участие в постановке. Подготовка длилась около месяца. Главную роль играет актер Айбол Касын. Готовиться к любой роли всегда очень тяжело. Каждая постановка сложна и интересна по-своему. Мы всегда отталкиваемся от реакции зрителя. Если им нравится, то значит у нас все хорошо получилось. Повторный показ постановки состоится 23 октября. На очереди следующая премьера спектакля о великом казахском поэте – населителе Абай. Мадина Нуркина, Айман Кузимбаева, Алина Нуржан. Служба новостей. Это были все новости к этому часу. Увидимся в 17.30.